МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Акценты. Это общественно-политический проект телекомпании РТ-Планета. В студии программы Виталий Дерябин. Рассмотрим и проанализируем некоторые события уходящей недели, на которых хотелось бы акцентировать ваше внимание. Дети в школу собираются, а педагоги совещаются. Большой августовский педсовет в минувший понедельник прошел в райцентре Сакмара. На него съехались руководители образовательных учреждений и муниципальное начальство от образования со всех городов и районов области. Августовка – это оценка результатов предыдущего сезона учебы и планерка в преддверии старта нового учебного года. На ней обсуждаются итоги, ставятся новые задачи. Традиционно в работе педсовета принимает участие губернатор Юрий Берг. Он-то и намечает рубежи, которые необходимо достичь региональной системе образования. Их детализацию и цели указания проводит уже профильный министр. Августовский педсовет по-современному – это не банальное, скучное мероприятие, а настоящий праздник. Традиция ежегодно менять его место не нова, но это делается не только и нисколько ради того, чтобы разнообразить географию. Перед каждой августовкой в райцентре проведения проводится благоустройство и обновление социальных объектов. Сакмара не исключение. Отремонтирована школа, дом культуры и, главное, добавилась новостройка. Теперь в селе есть свой физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом. Открытие ФОКа проходит с размахом под звуки нестареющих спортивных маршей. А сегодня в каждом районном центре есть ФОК или бассейн, или ледовый. Спорт в Оренбурге как развивался, так и развивается. И вот отсюда начинается путь к Олимпийским играм. Здесь будут тренироваться и соревноваться местные легкоатлеты, волейболисты, борцы. В ближайшем будущем стоит ожидать от спортсменов Сакмарского района больших достижений. Создание и укрепление спортивной инфраструктуры, особенно на селе, продолжает оставаться одним из главных государственных приоритетов. Собственно, педсовет начинается докладом профильного министра. Вячеслав Лабузов, подводя итоги летней экзаменационной кампании, заявляет, Оренбуржье по ЕГЭ вновь выстрелило. Область вошла в призовую тройку регионов с самыми высокими результатами. В Кабелке региона 101 стобальный результат. 16% участников ЕГЭ получили результаты от 80 баллов и выше. Впервые за последние 4 года у нас есть стобальники по математике. И впервые за все годы проведения ЕГЭ по английскому языку. По 2 и более стобальника подготовили 13 педагогов. Региональный минобор «Новые успехи в сдаче ЕГЭ» связывает не только с высоким уровнем знаний выпускников, но и прежде всего с ростом профессионализма самих педагогов. Сотни учителей ежегодно посещают курсы повышения квалификации, осваивают новейшие методики преподавания, что в итоге отражается и на их учениках. Рост учительских умений сопровождается ростом их зарплат. В настоящее время средняя заработная плата педагогов в области по итогам 7 месяцев, это статистика, составляет более 25 тысяч рублей. По сравнению с 2011 годом она возросла более чем в два раза. Губернатор в своем выступлении не только отмечал успехи, но и ставил перед педагогическим сообществом задачи. Одна из них два года назад озвучена президентом. Перейти повсеместно на односменный режим обучения. Путь здесь один – строить новые школы. Самая большая, более чем на тысячу мест, до конца года появится в 17-м микрорайоне Оренбурга. Ее сейчас за свои деньги возводит местная стройфирма. В дальнейшем здание выкупят в муниципальную собственность за счет целевых федеральных средств. Критике губернатора подверглась безопасность ряда учебных заведений, практика взымания «добровольных» пожертвований на нужды школ, а также организация школьного питания в целом ряде муниципалитетов. Однако общее губернаторское заключение таково. Оренбуржье к новому учебному году готово. 1 сентября в школьные классы по всей области придут более 210 тысяч учеников, из них 25,5 тысяч первоклассников. Сразу после августовки областной министр образования Вячеслав Лабузов в интервью «Акцентом» заявил, что и впредь высокий уровень сдачи ЕГЭ будет являться одним из главных критериев, по которому оценивается эффективность образовательной системы в целом. По словам Лабузова, в Оренбуржье и впредь продолжится работа по повышению квалификации учителей, и в этой работе будут задействованы специалисты высшей школы. Что касается готовности школ к новому учебному году, то она близка к стопроцентной. С одной оговоркой, несколько из них 1 сентября двери не откроют. По той причине, что там сейчас и дверей-то нет. Четыре школы находятся в стадии полной реконструкции. Вячеслав Александрович, на августовском совещании губернатор сказал такие слова, что область к новому учебному году готова. Вот что стоит за этими словами главы региона? За словами Юрия Александровича Берга о готовности школ региона к новому учебному году встает очень серьезное финансирование всех ремонтных и строительных работ. В общей сложности на эти цели потрачены миллиард семьсот миллионов, плюс очень серьезная организационная работа, потому что мы ремонтировали 49 школ, 58 спортивных залов. Мы успеваем в основном провести все ремонтные работы, но Юрий Александрович сказал, и я подтверждаю, эти слова, четыре школы уйдут за 1 сентября. Слишком большие восстановительные работы там проводятся для того, чтобы мы успели к 1 сентября. 117-я школа города Сорочинска, причем она состоит из нескольких зданий, большей половины этих зданий – древолюционные постройки. Это Сарагирская школа, Речковская школа Северного района и школа основная в поселке Акермановка, близ Новотроицка. Сейчас такая ситуация ни для кого не секрет, бюджетная, достаточно сложная и в стране, и в частности в области, проще говоря, особых финансовых резервов нет. А вот в этих условиях каким образом будет продолжаться ремонт школ? Ведь поставлена задача, что к 2017 году в области не должно остаться ни одной не отремонтированной школы. Финансовые сложности, вы сами понимаете, уже и в этом году проявились достаточно жестко, если хотите. Но в любом случае наша отрасль не пострадала. Миллиард семьсот – это очень серьезная сумма. Мы в лучшие финансовые годы подобных мероприятий не проводили, как в этом году. Задача поставлена губернатором, она будет обязательно выполнена. Но я уверен, что будет и соответствующее финансирование. Без денег, к сожалению, ремонта не сделаешь. Вопрос по зарплате учителям. Планка в 25 тысяч рублей мы преодолели, она достигнута. Тем не менее у нас инфляция на месте не стоит. И вопрос повышения, дальнейшего повышения зарплаты учителям, он актуален. Какие планы существуют по этому поводу в дальнейшем? Ну, имеются дорожные карты, она выполняется. По крайней мере, вчера был в виде селектора с заместителем председателя правительства Российской Федерации Ольгой Юрьевной Голодец. Она отдельно этой темой коснулась. Ряд территорий были названы. Мы в передовиках дорожную карту мы выполнили на 100-107%. И это серьезный показатель. Причем, опять же, губернатор нашей области говорит достаточно жестко, что все мероприятия, связанные с зарплатой учителей и вообще педагогических работников, должны быть выполнены, и они будут выполнены. Вячеслав Александрович, у нас новости на федеральном уровне в системе образования произошли. Такие кардинальные. На прошлой неделе сменился у нас федеральный министр образования. Как известно, вы уже видели нового министра Васильеву и какие-то первые ее установки слышали. Что она говорит и, главное, что она говорит по поводу ЕГЭ? Потому что в последнее время опять активизировались разговоры о возможной отмене единого госэкзамена. Ну вот конкретно ЕГЭ, на совещании, на котором я присутствовал, разговора не было. Как бы ее представили, но это вполне логично, потому что на Всероссийское августовское совещание приехали представители всех регионов. Вел это совещание Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, первые впечатления достаточно приятные. Доктор наук, профессор с определенным опытом работы в школе и высшем учебном заведении, с определенным опытом работы в администрации президента Российской Федерации. Я думаю, что у нее все получится. Первые высказывания, которые я читал в средствах массовой информации, вовсе не говорят о том, что единый государственный экзамен будет отменен. Речь шла, насколько я помню, о том, что необходимо прианализировать ту ситуацию, в которой находится российское образование. Ну, естественно, поговорим в финале о приятном, о тех достижениях сдачи ЕГЭ, которые у нас были в 2015-2016 учебном году. Вот есть такое понятие, что определенную планку-то мало того, что надо достичь, потом ее надо удерживать. Это гораздо сложнее. Вот что область будет делать в этом направлении? Вообще ставится ли задача такая, эту планку держать или как получится? Конечно, ставится. То, что педагогическое сообщество довольны результатами ЕГЭ, это аксиома, которая не требует доказательств. Вообще нельзя, наверное, по единому государственному экзамену усверять всю деятельность учителя. Это правильно, но в то же время нельзя отбрасывать деятельность учителя без единого государственного экзамена. Мы постараемся повторить результаты этого года. Конечно, он был во многом отношении прорывным. Я в очередной раз хочу подчеркнуть, что у нас единое педагогическое пространство. И пашут, именно пашут все, и учителя начальных, основных, средней школы, преподаватели высшей школы, преподаватели среднего профессионального образования. Здесь как бы конгломерат такой создался, творческий, который позволяет нам решать самые серьезные задачи. Возвращаясь к августовскому педсовету, нельзя не сказать о ставшей уже традиционной процедуре награждения лучших учителей. Причем награждаются они не грамотами или ценными подарками. Нет, все же подарками, только очень ценными. Личные авто теперь будут значиться в списке имущества передовиков педагогического труда. Гранты, Калины, Весты, иномарки. Автомобилизация передового учительства Оренбуржья продолжается. Традиции вручения авто лучшим педагогам существуют с 2011 года. С тех пор из пешеходов в автомобилистов превратились около 300 учителей со всей области. Для большинства новоиспеченных автовладельцев это приятный сюрприз в преддверии старта нового учебного года. Я в шоке. Конечно, неожиданно. Я до сих пор в это не верю. Я считаю, что эта награда, машина, это совместный труд мой, учеников моих и родителей. Дарение автомобилей не просто красивый жест власти в сторону учительства. Это признание результатов его труда и особого статуса. А также стремление поднять престиж учительской профессии на должную высоту. Традиция, которая сегодня есть только в Оренбуржье, живет. И я уверен, будет жить. Давайте чаще говорить друг другу спасибо, а учителю особенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они собирались, чтобы сказать избирателям и друг другу прощай. Хотя прощались далеко не все, скорее всего более половины лиц в следующем шестом созыве законодательного собрания области будут знакомыми, переходящими из предыдущего корпуса, ведь большинство нынешних депутатов не прочь сохранить за собой свои кресла. Впрочем, это лишь предположение. Впереди процедура выборов и каким будет итоговый расклад, узнаем после 18 сентября. Тем не менее, по факту 52-е заседание было финальным для депутатского корпуса 5-го созыва. Причем это заседание было сугубо рабочим. Депутаты рассмотрели областную повестку дня из 34 вопросов плюс федеральные законопроекты. Они бодрые и деятельные. То в пылу законотворчества, то на встречах с народом. Пятый созыв ЗАГСОБа прощается фотовыставкой. Пятилетней историей в лицах народных избранников. А одно прощальное решение уже своим преемником. Мы принимаем ее для следующего созыва. Депутаты, которые новые придут, получат уже норму, которая еще не применялась. Поэтому называю это подарком. Подарок весьма оригинальный. Закон против депутатов-прогульщиков. То есть тех, которые регулярно и длительно игнорируют и заседания, и своих избирателей. Теперь так. Пропал на 4 месяца. Мандат на стол и до свидания. Но только если депутат-прогульщик в ЗАГСОБ приведен партией. Лишить мандаты депутата одномандатника не представляется возможным. Вопросы о замене депутата по партийному списку здесь механизм сегодня принят. 4 месяца, которые прогулял депутат по неуважительной причине. Безусловно, он должен быть отстранен. Находится на больничном человек, 4 месяца отболел, там уже принимается решение. Или о его инвалидности, но в любом случае вольняется с предприятия. Примечательно, что за это единогласно проголосовали все фракции. Редкий случай межпартийного единства в областном парламенте. Вообще финальный аккорд законодательной симфонии звучал недолго. Всего 2 часа потребовалось для прохождения всей повестки дня. Даже штатные возмутители депутатского спокойствия на сей раз особо не усердствовали. Разве что Владимир Фролов при рассмотрении вопроса о корректировке областного бюджета, кстати, в сторону увеличения, вновь оседлал столь любимого эсэрами конька по имени ЕДК. Депутат по-прежнему убежден. Когда в начале года сократили жилищно-коммунальные компенсации льготникам, эти деньги направили на другие нужды. Вы намерены возвращать эти деньги в Министерство социального развития и пересмотреть закон, который был принят 2 декабря, и исключить привязку коммунальных и жилищных услуг к квадратуре метра. Почему вы вот это транслируете уже полгода, я не понимаю. Хотя постоянно даем информацию. Никто ни одной копейки с льгот не снял. Вопрос бюджетной прибавки вообще почему-то вызвал странную реакцию левопартийцев. Они, принимая увеличение расходов по одним статьям, сетовали на недобор по другим. Главному по бюджету в депутатском стане пришлось напомнить. Времена нынче не те, чтобы добавлять повсюду. Какую вам политику с вами не формировали, но политика без финансов не делалась, не делается и никогда не будет делаться. Сегодня сложный экономический период в жизни страны. Да, доходов недостаточно. Посмотрите, мы это видим. И в первом квартале, и во втором квартале. К сожалению, к великому. Но мы можем выйти из этого только взаимным доверием, пониманием и ответственностью. А в самом конце заседания постановление, которым этот состав ЗАГСОБа явно хотел запомниться. Депутатский зов в адрес российского правительства. Решите уже что-нибудь с созданием ледки на набережной Урала. В настоящее время он находится в неудовлетворительном состоянии, подвергается разрушению. Особенно проблемы были после пожара. Закрывать глаза на это нельзя. Это наша общая историческая память, которую нельзя терять. Раз вам оно не нужно, отдайте нам. Оренбург, жестами депутатов законодательного собрания, обращается к федеральному центру и предлагает. Готовы взять здание летного училища на свое содержание. Обращение идет напрямую к Дмитрию Медведеву. И дальше процесс передач может вновь затянуться. А здание ледки тем временем совсем разрушится. Без крыши прогорело при пожаре. Без окон давно выбитый и без ясного будущего. Такой гагаринская ледка предстает взору сегодня. В случае, если федеральном правительстве скажут «да», область будет готова вложить в ремонт здания большие средства. Затем перевести туда кадетов училища имени Неплюева, а также экспонаты музея первого космонавта. Потрудились на славу, приняли много хороших и нужных народу законов. Финальную речь на финальном заседании ЗАГСОБа держал спикер Сергей Грачев. Поблагодарив коллег за многолетнее и плодотворное законотворчество, он отметил не только количественный, но и качественный показатель работы народных избранников. За эти годы мы с вами рассмотрели более 4 тысяч нормативно-правильных актов, 1100 законов, 780 постановлений, более 2000 федеральных законов. Это достаточно серьезная работа, но, может, это и не самое главное, хотя и в этом заключается наше. Главное заключалось в качестве принимаемых законов, а не в количестве. Практически все принятые пакеты законопроекта были ориентированы на улучшение качества жизни олимпуржцев, и они востребованы и достаточно эффективно работают. Кардинально поменял законодательство за это время в сфере образования и здравоохранения. Аграрный сектор получил совершенно новую законодательную базу, определившую меры финансовой поддержки этой отрасли экономики. Все работали. В общем-то, несмотря на иногда критику, иногда, может быть, даже и, которая перехлёстывала, самое главное, мы не оставляли ни одного вопроса без решений. А вы понимаете, что двигаться можно вперёд только тогда, когда принимается какое-то решение. Вопросов между стульев никогда не должно было быть, и у нас их не было. В споре рождалось истинно, но жизнь ещё раз показала, что все мы с вами были на правильном пути. Этот период был период развитием сельскохозяйственного промышленного производства, и спасибо вам за поддержку тех инициатив, которые предлагал губернатор, правительство, Министерства сельского хозяйства, мы вам за это благодарны. Эти годы принимался бюджет. По-разному спорили, говорили о недостатках, но в целом бюджет принимался, и область работала стабильно, не были допущены задержки, выплат, и это тоже здорово. Отдельная тема дороги. Ежегодно растёт дорожный фонд, выделяется средства на строительство дорог. У нас ещё много проблем здесь, мы их видим, но мы видели, какую поддержку вы осуществляли также и от вас, и в этом направлении. Ещё раз напомним, что 18 сентября, в единый день голосования, мы будем выбирать и депутатов Государственной Думы, и новый состав Законодательного Собрания одновременно. На места в областном парламенте сегодня претендуют 7 политических партий, а также 114 кандидатов-одномандатников. Его называли Оренбургским Моресьевым. Наш земляк Прокофий Нектов совершил жизни сразу два подвига, сначала на боевом, а потом на трудовом фронте. Тяжело раненый зимой 43-го он смог выбраться к своим и пережил ампутацию обеих ног. Вернувшись домой, не смирился с участью инвалида, а встал за штурвал комбайна и показал рекордные для своего времени намолоты, за что в 1951 году был удостоен высшего знака трудовой доблести, золотой звезды героя социалистического труда. В селе Казанка Шарлыкского района на малой родине героя открыт музейно-культурный центр трудовой славы Оренбуржья имени Прокофия Нектова. Здесь представлены его личные вещи, экспозиции, демонстрирующие скромный быт семьи. Всего почти 2000 экспонатов. Также в музее работают два зала, посвященные героям соцтруда Оренбуржья и воинам, прославившим наш край. Фотографии и книги разложены точно так, как любил Прокофий Нектов. Здесь, в Большом музейно-культурном центре, о жизни героя социалистического труда рассказывают более 2000 экспонатов. Открытие этого музея дочь героя Галина Нектова ждала 30 лет. Именно столько она по крупицам собирала весь материал. Благодаря маме, то что она была, я стала собирать эти газеты, весь материал. И в 1975 году я сделала папе первый альбом. Не было денег, просто взяла альбом, приклеила фотографии. На первой странице я написала «Отец», гордое, красивое слово. С ним связаны такие дорогие всем людям понятия, как отечество, отчизна, мужество, самопожертвование. В этом зале с полной точностью представлен семейный быт Нектовых, детская спальня, кухня, зал. Даже есть автомобиль, на котором ездил Прокофий Васильевич. Но особое место в доме, в котором жил герой соцтруда, занимали часы. И это не случайно, ведь когда-то на фронтах Великой Отечественной войны именно часы спасли жизнь Прокофию Нектову. Ими он пробивал себе выход снежной воронки, когда был тяжело ранен на Ленинградском фронте в 43-м. Потом ампутация ног и возвращение в трудовой строй. В 45-м году полем боя его стали пшеничные поля. Через 6 лет оренбуржцу Прокофию Нектову присвоено звание Героя социалистического труда. Это пример для всей России. И Российская ассоциация героев всемерно будет поддерживать это начинание. И обязательно на заседании Ургкомитета Победы я об этом случае доложу. И приведу в пример для всех субъектов Федерации нашего Отечества. Нам есть о ком хранить память. Нам есть на примерах кого воспитывать подрастающее поколение. Главное, чтобы было куда привезти детей, было что показать. Теперь в селе Казанка есть музей, куда идут не только школьники, но и жители и гости всего района. Три года назад началась его реконструкция. В результате он превратился в большой музейно-культурный центр, где разместились еще два зала. Один посвящен героям социалистического труда Оренбуржия, другой – воинской славе региона. Вот этот музей можно считать поистине народным, поскольку он построен на деньги аграриев, на деньги крестьян, которые сделали так, чтобы наш знаменитый земляк, чтобы наши герои социалистического труда, чтобы наши труженики остались в памяти всех последующих поколений на века. Эти материалы и экспонаты в зал трудовой славы собирали со всей области. И теперь в арсенале комплекса – фотографии, личные вещи и биографии 106 героев социалистического труда Оренбуржия. В этот же день у музейно-культурного центра открыли памятник Прокофью Нектову. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу и всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин